Беседа 4 о святом апостоле Павле Блаженный Павел, сегодня собравший нас из вселенной просветивший, был некогда поражен слепотою во время своего призвания, но слепота его послужила к просвещению вселенной. Так как он худо смотрел, то Бог хорошо ослепил его, чтобы он прозрел с пользы. Этим он и доказательства своей силы представил, и предизобразил в страдании будущее и научил способу проповедания. Тому, что он, отвергший от себя все прежнее и закрыв самые глаза, должен был последовать Христу. Поэтому и сам он, выражая то же самое, восклицал. Кто из вас думает мудр, то спусть безумен. Так что и ему невозможно было хорошо прозреть наперед, не ослепнув хорошо, не отвергнув собственных, возмущавших его помыслов и не предавшись во всем вере. Впрочем, никто, слыша это, пусть не думает, что это призвание его было вынужденным. Он мог возвратиться опять к тому, от чего отстал. Многие, видев даже больше чудеса, возвращались к прежнему, как в Новом, так и Ветхом Завете, как, например, Иуда, Новуходоносор, Елима, Волх, Симон, Анани и Сапфиры. Весь иудейский народ. А Павел не таков. Но прозрев, он устремился к чистому свету и воспарил к небу. Если хочешь знать, для чего он был ослеплен, послушай его самого. Вы слышали, говорит мой, о прежнем моем житии в иудействе? Как я гнал церковь и разрушал ее, и преуспевал более сверстников моих вроде моем. Так как он был силен и упорен, то для него нужна была и узда сильнейшая, чтобы, увлекшись порывом ревности, он не ослушался и того, что будет ему сказано. Поэтому Господь, желая удержать ярость его, сначала укращает волны бурной его страсти посредством ослепления, а потом беседует с ним, показывая непостижимость своей премудрости и превосходство ведения, и научаясь, что с кем он борется, от того не может перенести не только наказание, но и благодеяние, так как не мрак ослепил его, но избыток света омрачил его. Почему же, скажешь, не было сделано этого вначале? Не спрашивай об этом и не исследуй, а предоставь благопотребность времени непостижимому промыслу Божию. Так поступает и сам Павел, когда говорит, 15-16. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Галатам 1, 15. Поэтому и ты не исследуй ничего больше, когда говорит так Павел. Тогда, тогда это было благовременно, когда прекращены были соблазны. А мы научимся отсюда, что никто никогда не избывших прежде Павла, ни он, не находил Христа сам собой, но Христос являл себя, почему и говорил, не вы меня избрали, но я избрал вас. Иоанн 15, 15. Иначе почему Павел не уверовал, видя мертвых, воскрешаемых его именем? Видя хромово ходящим, бесов, обращающихся в бегство, расслабленных, укрепляющимися, он не получил никакой пользы. А не знать этого не мог тот, который так следил за апостолами. И когда Стефана побивали камнями, он был при этом и видел лицо его, как лицо ангела. Но и отсюда не получил никакой пользы. Почему же он не получил отсюда никакой пользы? Потому что еще не был призван. Впрочем, слыша это, не подумай, что призвание бывает вынужденное. Нет. Бог не принуждает, но оставляет нас и после призвания властными в своих расположениях. Так он открыл себя и иудеям, когда надлежало, но они не хотели принять его по любви к славе человеческой. А если кто из неверующих скажет, откуда видно, что он призвал Павла с неба, и этот уверовал, для чего и меня он не призвал, то мы ответим ему следующее. Ты, человек, скажи мне, веруешь ли этому? Если веруешь, то этого достаточно тебе для доказательства. А если ты не веруешь, что Господь призвал Павла с неба, то как ты говоришь, почему и меня он не призвал? Если ты веруешь, что он призвал, то этого достаточно тебе для доказательства. Веруй же, и тебя он призывает с неба, если у тебя душа благопослушна. А если ты неблагопослушен и развращен, то и сошедший свыше голос не будет достаточен для твоего спасения. Сколько раз иудеи слышали голос, сходящий с неба, и не уверовали. Сколько видели знамений и в Новом и Ветхом Завете и не сделали с лучшими. Напротив, в Ветхом Завете они после бесчисленных чудес слили тельца. А иерихонская блудница, не видевшая ничего подобного, показала удивительную веру перед соглядатаями. И в земле обетованной при знамениях они оставались без чувственней камней. Они, не ведь они, только увидев иону, уверовали и покаялись, и отклонили гнев Божий. В Новом Завете во время самого пришествия Христа разбойник, увидев его распятым, исповедал его, а они, видев его воскрешающим мертвых, связали и распяли. Что же в наше время? Огонь, исшедший из основания храма Иерусалимского, не поразил ли строителей и таким образом не удержал ли их от тогдашнего беззаконного предприятия, и все-таки они не переменились и не оставили своего упорства. Сколько после того было тогда и других чудес, и однако они не получили отсюда никакой пользы. Таковы, например, молнии, не спавшие на кровлю храма Аполлонова. Ответ самого того беса, который понудил тогдашнего царя перенести и лежавшего вблизи мученика, сказав, что он не может прорицать, пока будет видеть близ себя гробницу мученика, так как она стояла по соседству. Затем дядя этого царя, сквернивший священные сосуды, умер съеденный червями, а заведовавший царскую казну из-за другой беззакония, сделанное им в отношении к церкви, погиб, лопнув посредине черева. Также источники наши, которые превосходили реки своим течением, внезапно скрылись и иссохли, чего прежде с ними никогда не случалось. Но случилось тогда, когда царь сквернил страну жертвами и возлияниями. Что сказать о голоде бывшем при этом царе в городах по всей вселенной, о смерти самого царя в стране персидской, о сумасшествии его перед смертью, о войске, оставленном среди варваров, как бы в каком неводе и сетях, и его удивительном и необыкновенном возвращении оттуда. И когда нечестивый царь погиб жалким образом, а другой благочестивый преемствовал ему, тогда тотчас все бедствия прекратились, и воины, попавшие в сети, и не находившие нигде никакого выхода, избавившись наконец, по мановению Божия от варваров, возвратились с полной безопасностью. Кого ни в состоянии все это привлечь к благочестию, а настоящее не гораздо ли удивительнее прежнего? Не крест ли проповедуется, истекается вселенная? Не поносная ли смерть возвещается? И все прибегают. Разве не тысячи людей были распинаемы? Разве не висели с самим Христом два разбойника? Разве мало было мудрых? Разве мало было сильных? А чье имя когда-нибудь имело такую силу? И что я говорю о мудрых и сильных? Разве не было знаменитых царей? А кто в столь короткое время владел вселенную? Не говори мне о различных и разнообразных ересях. Все они проповедуют одного и того же Христа, хотя и не все здраво, но все поклоняются ему распятому в Палестине при Понтии Пилате. Не представляет ли все это более ясного доказательства силы его, чем тот голос, который не шел с неба? Почему ни один царь не одержал такой победы, какую одержал он, и при том при бесчисленных препятствиях? Ведь и цари воевали, и властители вооружались, и все народы восставали, и однако наше не было побеждено, но сделалось еще славнее. Откуда же, скажете мне, такая сила? Он, скажешь, был волху, и так только он один был такой волху. Вы, конечно, слышали, что много было волхвов и у перцев, и у индийцев, и теперь еще есть, но даже имени их нигде не слышно. Но, скажешь, сиянский обманщик и чародей также прославился. Где и когда? В малой части вселенной на короткое время и вскоре исчез и погиб, не оставив ни церкви, ни народа, ничего другого подобного. На что я говорю об исчезнувших волхвах и чародеях? Отчего запустили все капища богов и Додонское, и Кларийское, и все эти нечестивые прорицалища, молчат и замкнули уста свои? Отчего бесы трепещут не только самого распятого, но и костей тех, которые умершлины за него? Отчего они, лишь услышав о кресте, обращаются в бегство? Кажется, им следовало бы смеяться, потому что разве крест что-нибудь славное и знаменитое? Напротив, постыдное и поносное, он есть орудие смерти преступника, смерти самой последней проклятой у иудеев, поносной у язычников. Отчего же бесы страшатся его? Не правда ли, что от силы распятого на нем? Если бы они боялись креста самого по себе, то это было бы весьма недостойно богов, но многие и до него и после него были распяты, и едва даже вместе с ним. Что же, если кто станет призывать имя разбойника распятого, или того, или другого, кто-нибудь, побежит бес? Нет, но еще посмеется, а когда упомянешь Иисуса Назарянина, то они бегут как от огня, и так что скажешь? Отчего в нем такая сила? Не от того лишь, что он обманщик, но не таковы его заповеди, притом обманщиков было много. Не от того лишь, что он волхв, но не то свидетельствует его учение, да и волхвов часто бывало великое множество. Не от того лишь, что он мудр, но и мудрецов часто бывало много. Итак, кто имел такую силу, никто никогда, даже приблизительно в малой мере. Отсюда очевидно, что не потому, будто он был волхв или обманщик, а потому, что он был исправитель таковых и некая божественная и непобедимая сила. И вот почему он и сам преодолел все, и в этого скинотворца Павла вдохнул такую силу, о которой свидетельствуют самые дела. В самом деле, человек, стоявший на торжище, занимавшийся кожевенным ремеслом, оказал такую силу, что в тридцать неполных лет даже привел к истине и римлян, и персов, и индийцев, и скифов, и эфиопов, и савраматов, и парфян, и медян, и сарацин, и весь вообще род человеческий. Таким же образом, скажи мне, этот простой человек, живший в мастерской, работавший долотом, и сам стал так любомудрствовать, и других научил, и народы, и города, и страны, не обнаруживая красноречия, а совсем напротив, отличаясь крайним неискусством, послушая, как он сам не стыдясь говорит, 2 Коринфянам 11.6, хотя и невежда в слове, но не в познании. Богатства он не имел, об этом сам он говорит, 1 Коринфянам 4.11, даже до ныне терпим голод и жажду и наготу, и побои, и скитаемся. Да что говорить о богатстве, когда он часто нуждался в необходимой пище, и не имел одежды для деяния себя, а что и по ремеслу он не был славен, и это показывает ученик его, и пребывал, говорит, у Акиллы и Прескиллы, потому что занятие их было одинаковое, ремесло их было делание палаток, деяние 18.3. Не был он знаменит ни по предкам, как мог быть таким занимавшийся подобным ремеслом, ни по отечеству, ни по своему народу, и однако выступив и явившись только, он все у неприятелей приводил в смятение, все расстраивал, и подобно огню, попавшему в хворост и сено, истреблял дела бесовские, и все изменял в то, что хотел, и не только то удивительно, что он сам, быв таким, имел такую силу, но и то, что большая часть учеников его были люди бедные, простые, неученые, терпевшие голос, незнатные и происходившие от незнатных, об этом сам он свидетельствует и не стыдится говорить об их бедности и даже просит для них милостыни, римном 15-25, а теперь при сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду, а что большая часть их состояла из простолюдинов, об этом он в послании к коринфянам говорит так, много ли из вас знатных, посмотрите, кто вы призванные, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, но будучи простым и неученым, не был ли он убедителен на словах, и этого не было, так как он сам опять показывает, когда говорит 1 Коринфянам 2.1 и когда я приходил к вам братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Слово мое и проповедь моей не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, но предмет проповеди не был ли привлекателен? Напротив, послушай, что говорит он и об этом. 1 Коринфянам 1.22 Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Но не пользовался ли он безопасностью? Напротив, он никогда не имел и отдыха от опасностей. Он говорит, «И был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете». И не только сам, но и ученики его терпели тоже. Кевреям 10.32 «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». И в послании к хесолникийцам он говорит, «Вы также пострадали от своих соплеменников 2.14 сделались подражателями во Христе Иисусе находящимся в Иудее, которые убили и Господа Иисуса и пророков его, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человеком противиться». И в послании к Коринфе он говорит, «Потому что преизбыто существующее страдание Христово в вас, и как вы участвуете в страданиях, так и в утешении». И галатам «Столько пострадали вы, говорите, неужели без пользы?» Итак, если проповедник был простолюден и бедный и незнатный и предмет проповеди не имел привлекательности, представлял даже соблазн, и слушатели были бедные, слабые и ничтожные, и опасности следовали друг за другом, как для учителей, так и для учеников, и проповедуемый был распятый, то что помогло ему победить? Не очевидно ли, что некая божественная и неизреченная сила? Совершенно очевидно, и это же можно видеть и из противного. В самом деле, когда мы видим, что соединилось все противоположное тому, и богатство, и благородство, и знатность Отечества, и сила красноречия, и безопасность, и великие пособия, и однако все предпринятое тотчас же разрушено, а противники победили, то скажи мне, какая бы тому причина была? Здесь случилось бы то же, как если бы царь с войском, оружием и воинским искусством не мог победить варваров, а какой он бедняк, ногой одинокий, не имея ни копья, ни одежды, пришел и совершил то, чего другие не могли сделать с оружием и снарядами? Итак, не будь безрассуден, но ежедневно рассуждай об этом и поклоняйся силе распятого. Если бы ты увидел, что кто-нибудь строит укрепления, проводит рвы, приставляет к стенам машины, кует оружие, собирает воинов, имеет бесчисленное множество денег и между тем не может взять одного города, а другой сражается с обнаженным телом, пользуется одними лишь руками и проходит ни один, ни два, ни двадцать городов, а бесчисленное множество по вселенной и берет их самыми жителями, то сказал ли бы ты, что это дело человеческой силы? Так очевидно и здесь. Потому Бог попустил и разбойникам быть распятыми вместе со Христом и прежде него явиться некоторым обманщикам, чтобы через сравнение открылось превосходство истины для самых бесчувственных и дабы ты знал, что он не был из числа их, но между ним и ими великое и беспредельное различие. И ничто не сил их было помрачить славой его, ни общения с разбойниками в одних и тех же страданиях, ни то, что он жил в одно время с обманщиками, если бесы боялись креста, а не силы распятого, то говорящим так заграждает уста два разбойника. А если скажут, что всему благоприятствовали обстоятельства времени, то против этого говорят последователи Всевды и Иуды, которые в то время покушались на нас при помощи даже многих знамений и были истреблены. Это, как я сказал, Бог допустил для того, чтобы с преизбытком показать дела свои. Для того он попустил явиться и уже пророком, и при пророках, и уже апостолом, при апостолах, дабы ты знал, что ничто не может помрачить дел его. представить ли тебе и с другой стороны дивную и необычайную силу проповеди, показать ли тебе, как она росла и распространялась через самих врагов. Некоторые, враждуя некогда против Павла, стали проповедовать его учения в Риме, желая раздражить Нерона, враждебного к Павлу, они сами стали проповедовать, чтобы при большем распространении учений и умножении учеников. Гнев тирана еще более воспламенился, этот зверь рассверепел еще более. Об этом говорил сам Павел в послании к филипийцам. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделали с известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Видишь ли, как многие проповедовали из зависти, однако истина побеждала и посредством врагов. Вместе с этими были и другие препятствия. Так и древние законы не только не помогали проповеди, но еще и противодействовали. И на христиан восставали как злоба, так и невежество клеветников. Они имеют, говорили, царем Христа, потому что они не знали Вышнего Царства Его, страшного и бесконечного, оклеветали на христиан, будто они водят тиранию во вселенной и преследовали их по общественным побуждениям все и по частным, каждый в отдельности, по общественным за то, что будто христианами подрывается государственное устройство и извращаются законы, а по частным за то, будто от них каждый дом расторгается и расстраивается. Тогда отец восставал на сына, сын отрекался от отца, жены от мужей, мужья от жен, дочери от матерей, родные от родных, друзья от друзей, и происходила многоразличная и разнообразная борьба, вторгавшаяся в домы, разделявшая родственников, смущавшая советы, беспокоившая судилища, так как разрушались отеческие обычаи, уничтожались празднества и служения бесам, о чем древние законодатели заботились больше всего другого. Вместе с тем и подозрение в тирании производило то, что христиан везде гнали, и никто не может сказать, что так было между язычниками, а между иудеями было спокойно. Напротив, последние нападали еще с большей лютостью, потому что и они обвиняли христиан в неспровержении государственного устройства. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Диане 6.13 Но тогда, как пламень поднимался отовсюду, от домов, от городов, от полей, от пустыни, от язычников, от иудеев, от начальников, от подчиненных, от родных, от земли, от моря, от царей, и все друг друга возбуждали к жестокости и нападали свирепи и всякого зверя, блаженный Павел, попав в такие печи, стоя среди волков и получая со всех сторон удары, не только не был низложен, но и всех тех обратил к истине. Скажу еще и о других войнах, самых трудных, это война с лжеапостолами, и что больше всего печалила его, война с немощными своих, потому что многие верующие развращались, но это он преодолел. Как? И какой силою? Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаются замыслы и всякое превозношение восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушании Христу. 2 Коринфян 10.4 От этого все вдруг изменялось и преобразовывалось, как тогда, когда зажжены костры, тернии истребляясь мало-помало уступают и исчезают перед пламенем и оставляют минивы чистыми, так точно и тогда, когда язык Павла говорил и обнимал все сильнее огня, уступало и исчезало все, и служение бесам, и празднество, и торжества, и отеческие обычаи, и нарушение законов, и неистовство народов, и угрозы властителей, и козни своих, и зло исчезение лжиапостолов, или лучше, как при восходе солнца, и мрак исчезает, и дикие звери скрываются и уходят в лаговище, и разбойники убегают, и человекоубийцы уходят в пещеры, и морские разбойники удаляются, и расхитители гробниц убегают, и прелюбодеи, и воры, и грабители, опасаясь быть обличенными светом, уходят куда-нибудь далеко и скрываются, и все становится ясным и светлым, и земля, и море, потому что лучи свыше озаряют все, моря, горы, страны, города, так точно и тогда, когда явилась проповедь, которую Павел сеял везде, заблуждение исчезало, и водворялась истина, смрад и дым, кимвалы и тимпаны, пьянство и обжорство, блудодеяние и прелюбодеяние и прочее, совершавшееся в идольских капищах, о чем и говорить непристойно, прекращалось и уничтожалось, подобно тому, как воск тает от огня, или как солома истребляется пламенем, а светлое пламя истины восходило ярко и высоко до самого неба, будучи возвышаемо самыми противящимися ему и усиливало препятствующими, и ни опасности не останавливали неудержимого его стремлений и разлива, ни власть застарелой привычки, ни сила отеческих обычаев и законов, ни неудоба приемлемость учения заповедей и ничто иное и сказанного, а чтобы тебе убедиться, как это важно, погрози язычникам, не говорю опасностями, смертью и голодом, но малым лишением имущества, и ты увидишь, что они тотчас изменятся, а наши не таковы, но тогда, как все они были рассекаемы, умерщвляемы и гонимы везде различными способами преследований, делались еще бодрейшими, и что говорить о нынешних язычниках, низких и презренных, представим тех, которые были некогда знаменитые и славились любомудрием, Платона, Пифагора, Клазо-Минянина, Анаксагора и многих других подобных, и тогда увидишь силу евангельской проповеди. После того, как Сократ принял яд, иные удалились в Мегару, боясь пострадать таким же образом, иные лишились и отечества и свободы, не склонив на свою сторону никого, кроме одной женщины. И кистьянин, Платон, оставив свою политику и в письменах тем и умер. И хотя тогда ничто не препятствовало ни опасность, ни невежество, а напротив, они были сильны красноречиями, обладали богатством и принадлежали отечеству у всех прославленному, однако ничего не успели сделать. Таково свойство заблуждения, что оно рассеивается и тогда, как никто не тревожит его. И таково свойство истины, что она возвышается и тогда, как многие восстают против нее. Об этом свидетельствует сама действительность. Не нужно ни слов, ни речей, когда-то всюду взывает вселенная. Города, села, земля, море, обитаемые страны и необитаемые и вершины гор. Господь не оставил и пустыню без участия в благодеяниях его, но и ее преисполнил благами, которые он, пришедший с неба, принес нам через язык Павла, через здорованную ему благодать. Так как он имел ревность, достойную этого дара, то и благодать обильного сияла в нем, и большая часть сказанного совершена была его устами. Итак, если Бог так почтил род наш, что одного человека удостоил сделаться виновником столь многих доблестных дел, то станем и мы соревновать, подражать и стараться быть подобными ему, и не будем считать это невозможным. Я часто говорил, и не перестану говорить, что и тело у него было такое же, как у нас, и пища такая же, и душа такая же, но воля у него была великая, и ревность пламенная. Это и сделало его таким, поэтому никто пусть не унывает, никто пусть не отчаивается. Если ты приготовишь свою душу, то ничто не воспрепятствует и тебе получить такую же благодать, потому что Бог нелицеприятен, и Павла он создал, и тебя он произвел, как его он, владыка, так и твой, как его прославил, так и тебя хочет увенчать. Дадим же обещание очистить себя, чтобы и нам, получив обильную благодать, удостоиться тех же благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.